Всем доброго здоровья, мальчики и девочки! Пара слов про 27 июля. В 2018 году это очень крутой день. Ну, во-первых, это пятница, а во-вторых, случится великое противостояние Марса и полное лунное затмение. Два крутейших астрономических события в один день. Разве это не здорово? Противостояние Марса – это событие, когда Солнце, Земля и Марс по ходу своего орбитального движения выстраиваются почти в прямую линию. Земля и Марс – планеты соседи. Орбита Марса располагается дальше земной, так что один оборот он совершает почти за два года – 687 земных суток. Земля, двигаясь по орбите быстрее, сначала перегоняет более медленный Марс, но вскоре, сделав полный оборот, опять оказывается в роли преследователя. Так что противостояния повторяются каждые 26 месяцев. Нужно ли говорить, что астрономы всегда очень любили эти события? Тогда красная планета подходит ближе, его поверхность удобнее изучать телескоп. Вот только это противостояние называют великим. И это не какой-то рекламный ход, оно и правда великое. Если бы орбиты Земли и Марса были круговыми, то все сближения планет были бы совершенно одинаковыми. Однако орбита Марса представляет собой довольно вытянутый эллипс. Расстояние между Марсом и Солнцем меняется в пределах от 207 до 249 миллионов километров. Каждый раз планеты встречаются в разных местах своих орбит, сближаясь друг с другом на разном расстоянии. Так вот, раз в 15-17 лет мы догоняем красную планету, когда она находится почти в перигели, то есть в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Тогда и происходит великое противостояние, то есть редкое и на самом деле крутое событие. Из-за взаимного расположения орбит это случается летом или в начале осени. Так что нам повезло. Предыдущее великое противостояние случилось аж в 2003 году, а следующее вы ждать до сентября 2035. Зато именно с великими противостояниями долгое время были связаны громкие открытия в истории изучения Марса. Самое знаменитое противостояние Марса случилось в начале сентября 1877 года. Тогда американский астроном Ассов Хоул открыл два небольших марсианских спутника Демос и Фобос. В то же время итальянец Джованни Скиапарелли обнаружил на Марсе странные прямые линии, которые назвал каналами. Несмотря на то, что сам Скиапарелли вовсе не считал обнаруженные им каналы искусственными сооружениями, многих его современников это открытие убедило в том, что на Марсе существует развитая цивилизация. Энтузиазм продлился еще много десятилетий, породив такие известные романы о Марсе, как «Война миров» Герберта Уэллса или «Аэлита» Алексея Толстого. Противостояния также важны и для космических миссий на Красную планету. По соображениям экономии, окно пуска межпланетных аппаратов к Марсу выбирается таким образом, чтобы расстояние между планетами было как можно меньше. Поэтому обычный старт осуществляется за несколько месяцев до очередного противостояния. Тогда и время полета, и затраты топлива будут минимальными. Как раз недавно туда отправился очередной исследовательский аппарат «Инсайд» с посадочным модулем. Про него уже был ролик на канале, ссылочка появится вот здесь, ну или смотрите в описании. А еще во время великих противостояний на Марсе случаются глобальные полевые бури. Дело в том, что в перигелии орбиты Марс получает тепла от Солнца на 40% больше, чем в самой дальней точке. Поэтому на поверхности испаряется довольно много углекислого газа, атмосфера становится плотнее, перепады температуры между южным и северным полушарием провоцируют сильные ветра и вуаля, пылевая буря на всю планету. Конечно, она не способна доставить таких неприятностей, как в фильме «Марсианин» с Мэттом Дэймоном, но посмотрите, как меняется облик планеты с пылевой бурей и без нее. И кстати, вот сейчас там как раз бушует буря, которая грозит окончательно прервать миссию марсохода «Апатюнити». А еще в ночь с 27 на 28 июля состоится полное лунное затмение, причем глубокое. Последний раз Луна так глубоко погружалась в тень Земли 7 лет назад. Освещаемое Солнцем, наша планета отбрасывает тень, и иногда в этот темный конус попадает Луна. Если бы плоскости орбит Земли и Луны совпадали, то случалось бы это каждые 27 дней, а так в год их может произойти максимум 4. Интересно, что попадая в тень нашей планеты, Луна не гаснет полностью. Она краснеет, на ней могут появиться светлые или темные пятна, но целиком пропадает с неба. Она крайне редко. А подсвечивается она лучами Солнца, проходящими и рассеивающимися в атмосфере Земли. Голубые лучи рассеиваются куда лучше, поэтому у нас над головой небо голубое, а Солнце на закате красное. Вот фактически закатные лучи и освещают Луну, придавая ей столь зловещий оттенок. Различные пятна, которые мы можем увидеть во время затмения, отражают ситуацию в атмосфере. Выбросы вулканического пепла, большие циклоны и облачный покров. Так, о, хорошо. Как все это безобразие увидеть? Луна и Марс в этот день будут восходить вечером в юго-восточной части неба. Затмение можно будет увидеть на большей части территории России, кроме особо северных регионов. Визуализацию затмения для вашей местности можно посмотреть с помощью ресурса Time and Date. Просто кликайте на карте нужное место левой кнопкой мыши и смотрите, что и как. Ссылка будет в описании. Марс в этот день окажется на расстоянии в 58 миллионов километров от Земли. Он будет почти в три с половиной раза ярче Сириуса, самой яркой звезды ночного неба. А его видимый диаметр составит порядка 24 угловых секунд. Этого достаточно, чтобы увидеть диск красной планеты даже в небольшой бинокль или подзорную трубу. Ну а кто пропустит противостояние, ну мало ли, погода подведет или еще что, не переживайте. Марс все лето будет довольно близко от Земли и не заметить на небе его будет трудно. Так что смотрите на небо, друзья, и любите астрономию. Я оставлю в описании ссылочки, в том числе на интересные ресурсы ВКонтакте, где можно найти много информации о предстоящих событиях. Ну и напоминаю про подписочку, кто впервые на канале, пальчики, ну и до встречи на улице Шпловского. Пока! Кстати, друзья, а что вы думаете про хромакей? Я посмотрел, как это делают другие ребята, но на мой взгляд все это мельтешение на заднем плане смотрится довольно убого. Просто налепить туда может ковер? Зачем он вообще нужен? Короче, пишите в комментариях, что вы думаете? Нужен красивый фон сзади или обойдемся без него? Пока! Субтитры создавал DimaTorzok